я тут пирог замутила вроде бы пропекся по крайней мере палочка сухая посмотрим сейчас в овощи записывала вам записывала целую речь толкнула про кабачки а телефон не записывал просто кнопка не нажалась эти два раза просто вообще картина масла ладно всем привет у нас сегодня 4 сентября вчера было третьим уже холодно уже осень сейчас я пытаюсь повторить все то что я уже говорила в общем мы на даче ночью был минус 2 топили и в общем-то холода уже осень-осень вот и снимать пока влоги некогда я сейчас в основном заготовками занимаюсь так сейчас кольцо так ну это правая рука устала держать вот уже минут десять я вам тут вещаю а телефон не записывает вот в общем а снимать особо сейчас некогда даже просто телефон взять на секунду в руки чтобы включить камеру или на штатив поставить очень некогда у меня заготовки вот у кого яблочный спас у кого ореховый у кого медовый а у меня кабачковый в этом году просто немерено каждую неделю по 20-30 килограмм и надо что-то с этим делать и вот я их либо режу замораживаю разными там видами кружочками полосочками там 8 вся по-всякому либо консервирую либо в общем марину и в общем идут заготовки полным ходом банок только не хватает все перепродала уже это ваще что хочу еще сказать но будет время я немножко поснимаю своих заготовок ну правда никогда вообще вот и сейчас еще тыквы растут две прям большие но я пока не буду снимать до существенных морозов вот обещают еще бабье лето где-то в начале октября как раз надеюсь что в мой отпуск будет погода нормальная и еще получается огурцы прут я думаю что уже не будут но прут два кустика вам показывала они из разных сортов и 1 1 нормальный такой знаете среднеплодный гладкий прям вот хрустящий хорошенький салатный такой а второй длинный и я еще не снимала ни одного огурца но сантиметров 30 наверно один огурец там висит и еще много завязи и на этом тоже много завязи но я верхушки по обрывала потому что если начнутся холода они просто не успеют вот так что сорта хорошие но пакетики по моему дома остались я вам потом покажу какие сорта сажала только два семечка из каждого сорта вышла вот так что в общем побежала я завтракать час придут к нам соседи выкапывать сливы у нас очень много слив разродилось и практически весь участок заполонен и в общем придут выкапывать себе там у кого детей много у меня как-то я причесалась странно в общем придут выкапывать все сливы так что надо успеть сейчас горячую чайку хлебнуть и потом уже встречать народ с лопатами все потом вам еще покажу что-нибудь интересное так друзья в прошлый раз я еще успела обкопать одну жимолость удобрила бакаши ну я вам показывала и заказывала свалберис и вот сверху ну как мульча сено короче говоря куст засох за лето но я надеюсь что может быть у него еще силой остались вот и так же еще пролила ну наверное не знаю ведер 68 воды и вот такую сделала подушку вот в этот раз у нас все печально отсюда вам не видно сейчас пойдем поближе покажу как я уже радостно вам утром рассказывала ночью было минус пять где-то и все померзло картошка в принципе можно копать но я наверное в следующий раз ничего страшного не будет она померзла но сегодня если останется время вот вот так выглядят кабачки увы ах все все пострадало за ночь буквально ну я уже все срезала основную ну то есть все мелко от него все что было какие-то более-менее завязи а патиссоны конечно тоже жалко только-только начали завязываться вот солнечные патиссоны желтые как раз которые мариновать ну в общем я все срезала в общем так вот печально все выглядит конечно очень жаль знаете как как вот каждый год одно и то же полосой проходит мороз проходит полосой у соседей ничего не пострадало у там вот через ряд сторожа ходят смотрят у них тоже ничего не пострадало где-то вообще не было мороза а у нас вот все полегло почему-то вот идет видимо как-то через нас полосой через лес что ли в общем вот так все печально выглядит тыква в принципе ничего так я вот не знаю срезать вот эту вот и вот ту корень потому что они довольно крупные вы не то видите вот там вот большая это поменьше вот там большая и вот это вот еще две маленькие или три или накрыть лутрасилом и оставить потому что корень там не пострадал то есть в основном померзли листья сама ветка сам корень не пострадали вот в общем я пока в раздумьях вот видите маленькая подмерзла а это нормальная здесь тоже маленькая вот цветок замерз ветки вроде нормальные сама тыква нормальные ветки нормальные в общем здесь тоже сама тыква нормальная она прям ну огромная правда что-то не это не рожает вроде не подмерзла и вот тут вот тоже в листьях тыковка она тоже не подмерзла нормальная я думаю что я укрою лутрасилом вот не знаю может быть вот эту вот большую срезать будет она еще расти не будет подрастет не подрастет не знаю прям дилемма у меня в голове потому что ну будут еще морозы или нет не знаю вот в общем такие мысли маленькую ту надо отрезать она побилась морозом вот здесь вот грядку уже более или менее еще надо насыпать вот с левой стороны видите как бы выровнять и справа у меня там кусок как бы откусанный вот так пойдемте сюда еще вам хочу показать ну вот тут у меня облагородилась я вам показывала хост я пересадила еще что-то а сейчас сюда хочу показать малиник начали мы заезжали к знакомой вчера утром она дала 10 кустов ну 10 вот таких вот саженцев вот мы сделали ремонтантная она еще с ягодами практически вся значит сделали такой как траншею вырыли значит нижний слой ветки мусор всякие вот такие вот ветки трава потом перепревший навоз потом слой земли с компостной кучи потом сажали обычной вот землей прикапывали и сверху я значит пролила земля чуть осела я сверху еще земли насыпала где получились как бы ямки дырки и сверху вот этими вот опять палочками на следующей неделе приедем надо будет посмотреть она наверняка еще осядет земля и нужно будет еще сверху подсыпать из компостной кучи и снова прикрыть вот этими вот либо палочками либо сеном вот и соответственно с той стороны я уже прикрутила и вот там где у нас уже сидит там тоже будем делать ряд вот эту стенку и вот с этой стороны прикрутить ну я просто поставила пока вот как бы вот так вот будет как двойной ряд чтобы они друг с другом не переплетались корнями да не пускали вот это не размножали корни значит здесь у нас получится ремонтантная там ну какая-то наша то что я покупала фикс прайс еще где-то в общем разная малина и здесь еще тоже сделаем наверное как отступим сантиметров пятьдесят дорожку и еще ряд такой же малины сделаем тоже такой длинный двойной грядкой еще малину вот в ту сторону у нас пойдут посадки клубники и я пока не знаю уместится тут все не уместится вообще как это будет еще не привезли ничего а кучу всего надо сажать в общем в общем посмотрим вот и после выпадения первого снега я всю ботву с малиной срежу вот ну как мне собственно хозяйка рекомендовала да после выпадения первого снега все ветки отрезаются и на на будущий год из одной ветки должно пойти две новые свежие ветки и они будут плодоносить вот теперь идем туда сейчас сейчас еще посажу вот здесь у меня интервал сюда посажу пятнистое дерево называется дерево кустарник декоративно с такими бело-зелеными листьями так и вот здесь как вы видите отсюда исчез парник мы сейчас его с мамой перетаскивали и вот он у меня тут в чем же дело дело в том что поперли огурцы вот и вот так вот я в общем его сюда установила тоже фасоль вся померзла я уже срезала эти стручки оставила в следующий раз буду выкапывать вот в общем подсыпала землю ну не показывала соответственно сверлила дырки круглые установила засыпала дырки песком и уже сверху вот земли накидала я думаю он фундаментально стоит вот и в общем внутри так как у него все-таки вот эти бока вот там вот щели все светится надо еще привинчивать так как все он весь продувается я решила что внутри я все-таки оставлю лутрасил прикрою и мы сейчас польем из бочки теплой водой потом накрою лутрасилом и потом закрою крышку надеюсь что все нормально будет вот ну и как видите у меня огурцов вон они завязались и они растут здесь два огурца ну там на ветке там висит огурец короче огурцов много ну для учитывая что всего два саженца то завязалось много вот и здесь тоже длинненькие огурчики завязались на этом на который помните я ему говорила он цветет огурцов нету вот у него длинные огурцы видите длинный огурец лежит вот я пока не буду снимать потому что он еще хотя не знаю может снять тут вот кто-то укусил его а вроде и нет нормальный в общем не буду снимать еще раз оставлю вот и там еще есть такие же длинные огурцы уже завязались так что это личинка вот но я в принципе прищипнула верхушки так вот тут тоже чтобы силы шли на те огурцы которые уже завязались чтобы не росла плеть не нарастали новые огурцы потому что сил не хватит вот и здесь тоже вот видите хоть и было у меня лутро силам накрыто все равно концы вот там вот полосой прошло то есть вот несколько листиков пострадали зацепила их вот в общем вот так вот я и решила сделать надеюсь что все будет хорошо нормально землю подсыпала и с этой стороны и внутри чтобы прям вот вообще ничего не продувало вот и сейчас еще достану лутро сил да у меня есть кусок и накрою тыквы все таки наверное я вот эту вот светлую тыкву большую отрежу вторую не знаю либо наверное обе срежу хоть что да останется потом накрою лутро силами если маленькие вырастут то вырастут не вырастут но эксперимент вот в общем вот так вот жаль конечно кабачки полегли но с другой стороны мне уже хватит уже столько урожая было я уже не знаю куда их девать вот сейчас я вам покажу что сняла фасоль кабачки оставшиеся что там еще что крупные и мелкие я все сняла вот в общем патиссоны патиссоны мелкие с мелкими кабачками буду мариновать такой ассорти потому что побило их мне кажется они пострадали побило морозом вот а флуксы у меня кстати все одинаковые все пять кустов все абсолютно одинаковые так что вот так вот и еще сейчас надо будет посадить вот этот кустик с полосатыми листиками и ромашки желтые коричневые и белые и белые вот фасоль и вот здесь уже остатки это я вчера снимала как приехали снег срезала самые крупные и вот сегодня утром после мороза снимала уже вот эти вот такая средняя мелочь и вот совсем мелочь уже перед отрезом вечером снимаю зацела у меня роза только цвет совсем не такой какой должен быть но она такая знаете алло-розовая вы немножко розовый видите прям вот потому что уже вечер и я еще подсветку на телефоне включил а так она такого морковно морковно лососевого какого цвета а должна быть кроваво-красная с желтыми полосками вот вот так вот обманула тетка вот вот вы видите тот самый цвет вот он поближе вот она именно такая издалека издалека почему-то светлее становится в общем вот такой кустик маленький вот такой у меня еще урожайчик самые крупные экземплярчики в тенечке где-то 4 ягодки по 2 сантиметра остальное мелочь ну и малин немного